Трагедия 93-го года до сих пор на слуху. В Свердловской области у города Серов произошел прорыв глухой земляной плотины Киселевского водохранилища. Погибли 15 человек. Спасатели смогли эвакуировать 4000 местных жителей и снять с крыш домов еще около 300. Всего пострадали более 6000 человек. Материальный ущерб составил 63 миллиарда рублей. Июль 2001-го. В Иркутской области из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Было подтоплено 7 городов и 13 районов. Особенно сильно досталось Саянску. По официальным данным погибли 8 местных жителей. Пострадали 300 тысяч человек. Было затоплено около 5000 домов. Июнь 2002-го. Катастрофическое наводнение спровоцировали ливни, которые затопили 377 населенных пунктов. В стихии было разрушено 13 тысяч домов. Трагедия унесла жизни 114 человек. Еще 335 тысяч пострадали. Всего были спасены 62 тысячи россиян. Еще свыше 106 тысяч. Эвакуированы из опасных зон. Примерный ущерб 16 миллиардов рублей. Август того же года. Из-за быстротечного смерча и ливней в Краснодарском крае, отрезанными от большой земли, оказались 7 тысяч домов. 424 из них были полностью разрушены. Погибли 59 человек. Спустя 10 лет сильнейшие ливни в Краснодарском крае привели к самому разрушительному наводнению за всю историю региона. Пострадали 10 населенных пунктов. В том числе города Геленджик, Новороссийск, поселки Девноморска и Кабардинка. Основной удар стихии пришелся на Крымский район и непосредственно на Крымск. В результате наводнения, по данным МЧС, погиб 171 человек. 53 тысячи местных жителей пострадали от стихии. Больше половины из них полностью лишились имущества. Разрушенными оказались более 7 тысяч частных и 185 многоквартирных домов. Из строя вышли системы энергогаза и водоснабжения, автомобильные и железнодорожные сообщения. Специалисты присвоили данному наводнению статус выдающегося, а зарубежные СМИ характеризовали его как флэш-фуд. Внезапное. Общий ущерб от катастрофы оценивается примерно в 20 миллиардов рублей. В середину 2013-го зафиксировано крупнейшее за последние 115 лет наводнение в бассейне реки Амур, вызванное интенсивными затяжными дождями. В зоне аномального паводка находилась Амурская область, Еврейская автономная область. Особенно сильно пострадал Хабаровский край. Там было потоплено 90 городов и сел. В общей сложности без крыши над главой остались 190 тысяч человек. Продолжение следует...